Я хотела бы обратить ваше внимание на заявление, которое было сделано Межведомством Координационным Штабом Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украину. Это страшная информация, которая сегодня была доведена до широкой общественности. Дело в том, что с российской и украинской стороны оговорилась конкретный план по обмене пленными. Делалось это все в восстановленном порядке, как это предписывают все гуманитарные нормы во взаимодействии с международными структурами и так далее. Мало того, украинские военнопленные, которые находятся на территории Российской Федерации, их посещали уполномоченные по правам человека в России Татьяна Мускалькова. Она проверяла условия содержания украинских пленок. Результаты указанной поездки широко освещались в средствах массовой информации. Но вот было говорено, как это и предписывают требования Женецкой конвенции по обращению с военнопленными, о том, что будет произведен их обмен сторонами. Он должен состояться был сегодня. И он был сорван украинской стороной. Это не первый срыв. И каждый раз этот срыв происходит по вине украинской страны. Не просто по вине, а по нежеланию киевского режима заниматься обменом военнопленных. Мы неоднократно, я сейчас говорю о представителях нашего оборонного ведомства, согласовывали списки, уточняли. И работа велась практически в круглосуточном режиме. Но киевская режимная сторона вела себя, ну, собственно говоря, так, как она ведет себя все время. Она манипулировала данными, все это срывала, ставила под зависимость каких-то факторов. И количество военнопленных сокращалось, несмотря на то, что оно было изначально согласовано. Так вот, оно сократилось на последнем этапе до 38 военнослужащих. Сегодня с утра, без объяснения причин, украинской стороной все предложения и все согласованные позиции были отвергнуты. При этом, со стороны Российской Федерации, подготовка украинских военнопленных была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. У российской стороны есть все основания, как об этом было заявлено по линии оборонного ведомства сегодня, полагать, что с российскими военнослужащими, которые находятся в плену, не все в порядке. Кроме того, было достоверно установлено, что к российским военнослужащим применялись пытки. Насилие, издевательство – все то и в таких же формах, как это исполнялось карателями во времена Великой Отечественной войны. Данные частично есть в интернете. Частично они имеются у нас, но не еще были переданы вот такой огласки, потому что были в качестве информации, а не с видеодоказательствами. Это вопиющие факты. Но еще более страшная вещь, что все это остается без какого-либо внимания мировой общественности. И в данном случае я говорю не об обывателях, и даже не о средствах массовой информации. Я говорю о специализированных институтах Организации Объемных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста. Западные страны не только ознакомлены, знают о грубых нарушениях Киева Международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных. Вся информация им передается. Но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности. Что значит передать военнопленных? Это значит передать людей, на теле которых задержатся следы пыток, и которые расскажут о том, что с ними там делали. Вот это, видимо, киевский режим делать не собирается и не хочет, боится. Потому что тогда они скажут, что с ними делали. Об этом свидетельствует также то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Британии, именно Форин офис, о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Ведь это же не сегодня началось. Это же длилось все эти годы в отношении других людей, ополченцев, гражданских лиц. Детей, женщин, стариков. Они же все это делали, закапывая заживо и убивая, выжигая все свои ритуальные символы на телах людей. Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками, как я сегодня уже сказала, бесчеловеческих преступлений украинских неонацистов. Россия сегодня, и об этом сказано было в заявлении, обратилась в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, другие международные организации, к руководству Германии, Турции, Франции, всем тем странам, которые активно работали на украинском гуманитарном направлении, обязать украинские власти немедленно обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к российским военно-пленам с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям. Очередное свидетельство того, кому противостоит наша страна в этом регионе. Все это находится на контроле у российского руководства, у Министерства обороны и руководства этого ведомства, и, конечно, Министерства иностранных дел нашей страны. Продолжение следует...